Вы думаете, это я поставил такую ужасную музыку, нагнетающую страх? Нет, именно такую музыку поставили в Никола Ленивцы при сожжении, сооруженного несколькими месяцами раньше, готического собора художника Николая Полесского. Трагическая напряженная музыка, люди в тишине стоят вокруг и смотрят на сожжение храма. Что бы там ни говорили, но это все-таки храм. Это не замок, это не огромная лошадь, это не чучело, изображающее масленицу. Это храм, то есть церковь. И вот что ужасно во всем этом. Символы, особенно в древние времена, имели магическую силу, по крайней мере в это верили. И это была не модель, это был символ. Я думаю, что наблюдая за этим зрелищем, очень многие люди, исповедующие ислам, недоумевали. Но представьте себе, что в какой-то стране поставили бы символ мечети, а затем бы ее сожгли. Что бы произошло? Какая бы реакция при этом была? Мало того, что этот акт не имел никакого смысла в отношении масленицы. Ведь люди настолько темные и настолько необразованы, что не знают элементарных вещей. В масленицу сжигали символы язычества. Всяких там богов. Обычно ставили чудовища в виде бабы-яги или непонятных сказочных существ. Для того, чтобы показать, дескать, сжигая их, мы отделываемся от всего языческого. И с этого дня становимся христианами. Горящий храм, наводящий страх и ужас. Окружающие его люди, сомкнутые в одно большое кольцо. Это православные люди. Внутри этого кольца горит другой христианский храм. Символически горит. Пока что символически. Вот что написал один человек, наблюдающий этот акт сожжения. Невозможно быть свободными. Мы не умеем ими быть. Нельзя убежать. Мы все чумные. Мы все зараженные. Мы все внутри государства с огромной скоростью, двигающегося в сторону развитого фашизма. И действия наши и наше восприятие неизбежно соотносятся с этим фактом. И действия наши и наше восприятие. И действия наши и наше восприятие. И действия наши и наше восприятие. Субтитры подогнал «Симон»